сначала покажу приложение как сергей сказал тут полтора экрана чек-лист для покупок будущих мам можем добавлять объекты удалять добавлять их в отдельный смысл так есть и сохранять документы в изображении есть пару статичных экранов но сейчас покажешь может давай догадаться прямо с этого первой камеры окей сразу продемонстрирую фишку фавтора который наверное будет полезно тем кто будут продолжать готовы уже 5 так так как молодых он сразу код за показывает здесь от вас который он полностью стоит из фатерска виджет очень подробно посмотрим то есть где мы сразу видим это добавляется текст который берется локализованный то есть вот это вот и контекста по сути взять локализации стрингового файла условно поправьте меня если я ошибаюсь и вот видно прям как ты версток раскладывается он хэдер листайком, листайком, листайком контейнер с джами с картинкой и опять хэдер опять текст 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 по сути надо для каждой вот этой статьи делать прям индивидуально все нет но можно запилить парсер если тебе нужен markdown или html на самом деле они уже есть есть конверторы которые преобразуют markdown в вкладковский и html тоже по-моему вот насчет html не скажу насколько он хорош но потому что там иногда есть сложные сложные вещи бюджейс какой-нибудь принимать обычно вот кстати сразу возникает вопрос такая верстка вот с таким раскладом текста она поддерживает масштабирование здесь ну здесь под дп но как бы масштабирование там у меня указано а что имеется ввиду масштабирование? адаптации под большой экраны нету нет нисколько даже нет дело в том что каждый пользователь может настроить под себя размер хрифта например если он слабовидящий может во всех приложениях ну во всяком случае нативных сделать шрифт себе побольше вот как на это реагирует флата интересно если не ошибаюсь это настройка дисплея а прикольно перестроился а прикольно перестроился не совсем так как хотелось бы конечно но да есть ну это там есть настройки может быть мне понравилось само обратите внимание что даже сделано сносковым клинически подпустированным а вот это сносковым клинически подпустированным как это делается? типа что? не знаю вот это сносковым клинически как она сделана сама верстка такая это ее понятие не сможете это просто не не это просто по-моему там даже сносков я думаю это верстка делается тут просто самой сноски нет что очень странно сама сноска она в тексте вон видишь вот продастирован там в 12 конца она просто да я даже туда не смотрел а вот она в тексте да опасно ну короче да понятно я думал вот как-то этим формат делается но здесь верстка как мне кажется вообще очевидная получается потому что вот такого в iOS это надо будет либо отдельно лейблы делать отдельно каждый настраивать ну само собой можно так же последоваться но это надо быть обмазывать в андроиде насколько сложно быть такой да да в чем проблема с их в аистеке в чем проблема в лифе в лифе в лифе в лифе в лифе в лифе я встречал лифа который транслирует в маркдаун на макблеве то есть он превращает его в макблеве в макблеве ну мы такую сами делали все время в HTML было дико потому что в этот момент там дико начинает тормозить ну да у меня на браке Жак Нейзовском был парсинг с HTML это был кошмар потому что я все время присылал какую-то кастомную варскую да в HTML очень схожен ну блин сейчас сколько версии этих интернет эксплора выходило до сих пор все в лифе потому что там что-нибудь не так дaspality отображается немножко мне кажется когда по ночам просыпаются такие как nectar эксплоры окей давай дальше тогда смотреть но это простое там здесь по факту статус виджет здесь даже никакого состояния как я понимаю это да просто статичный 那 мне кажется сейчас Сейчас я хотел бы продемонстрировать, зачем вообще Declarative UI нужен, многие там говорили, что, типа, зачем это говно, давайте писать на шаблонах. И мне кажется, самое первое преимущество, это что ты можешь быстро избавляться и приюзать код без никаких последствий. То есть, так как вся логика зашита в виджет, я могу быть абсолютно спокойным, что ничего не случится вообще. Так как обновление однонаправленное, поэтому все его свойства, они вот как есть. А, я выбрал эту конкурсу. Который может что-то делать, но я могу его спокойно удалять, потому что знаю, что она никак не взаимодействует с парентом. Потому что данные идут в одно направление, то есть только в семье. Вопрос. А как и где ты считаешь Windows Insights? Что? Windows Insights, как ты считаешь? Ну, вот у тебя Status Bar есть, он полностью прозрачный, но Status Bar на разных устройствах имеет разный размер. А Flutter сам это считает? Ну, а где можно это увидеть? То есть, ну, ну, как понять, что вот конкретно какой-то компонент, он, когда реагирует, взаимодействует с инсайдами? Все, ну, где. В общем, в Афатере есть вот эта фигня, ее можно запросить из контекста, и она вернет инсайд актуального устройства. Левый, правый, топ, ботом. Например, проекция адаптируется по этой логике, вот этот книжный бар, который в зависимости от инсайд меняет, раз можно. Он может показать мне все. Ну, окей. То есть, у него, видите, как раз есть и грудные брови, и снизу там тоже остается, потому что там специальная полосочка всегда вернется, и на полоске нет. Ну, когда же это меня уже считает, потому что это сандарик. Еще и по бокам отступает. Ну, если повернуть, да, но вот на экране, если и не поворачивать. Так. А, да. Не, не, вроде бы он был методом. Может, просто показать, что жесткие там и там. Нет, просто начинаю изучить. А, да. Золото. О, что там, что там хотели сказать-то? А, хотел небольшой паспорт там провести, что мы запланировали 136 часов. На самом деле уже до 200 доходят. Кровал небольшой. На днях мы делали DarkMod. Я делал эксперимент, как можно переключиться между темной и светлой верткой. В общем, на нативных проектах это кошмар, потому что у тебя есть шаблоны, есть цвета, есть дровы, былы, бесконечные. Тебя практически каждый компонент можно адаптировать. А когда у тебя есть declarative UI, то, в принципе, туда просто переменный кладаж можно на сцене и забиваешь. То есть тут интуитивно. Ну, если не сложно, но... Ну, да. Властей на самом деле не факт. Вайн, адаптация, видишь, как идет? То есть там опыт кнопочки больше ставит. Да, да. Что еще прикольное, этот виджет, он обособлен. То есть он не зависит от парента и логика его размера никак не зависит. Ну, то есть это ты паддинг вручную в него добавляешь? У меня тот, считается из контекста. Это же Google, они любят контекст. Тут везде контекст. Мы запрашиваем у специального объекта, который называется MediaQuery, текущие параметры устройства и туда... Не, ну, хорошо, а как он определяет, какому объекту нужен отступ, к какому не нужен? Под контекст. Еще раз подправим. Вот bottom, bottom, класс, соответственно, это виджет. Все видит, у нас есть плат-батт, то есть уже стандартный батт, который используется. У него контейнер, в котором в наившем сетах паддинги и маржина выставляются. Ну, то есть все так же вручную получается. Ну, по-моему, да. А как ты еще определишь, какую кнопку тебе дотягивать до низа? Ну, блин, я понадеялся, что вроде какая-то магия должна. Который в приложении напишем. Ну, окей. Ну, давай в dark mode. А нет, у нас тут dark mode нет. Я просто, к примеру, что на declarative UI это будет очень просто. Тут просто такую вилку делаешь. Созреваешь разные параметры зависимых секций. То есть в стандартном нативном приложении это макеты, которые нужно мопить контроллером. Ну, опять-таки, с макетами какая-то фигня. Ты удаляешь, чтобы взять макеты, и тебе нужно искать ответственную часть кода, чтобы ничего не поломалось. И потом не факт, что приложение будет работать свободно, потому что сюда может что-нибудь быть. Да, тут приложение Redux. Наверное, людям интересно, как он работает. Да, мне интересно. Например, я нажал на кнопку, он отметился. Вот этот action в store попал. Давай сначала нажатием на кнопку, точнее, станут иголочки с экшеном, и вот куда она как-то передается. Было понятно, потому что мы привыкли, что у нас есть прото, где модель, презентер, все что-то, интерактор. Поэтому здесь делаем. В теории нам у Макс тогда рассказывал, как-то все работает, а вот сейчас именно походу посмотреть. Мы нажали на эту кнопку, store. Отправлять за этот action. Так как все объекты, вернее, нужные объекты на него подписаны сверху, то когда target объекты отновлятся, то они как бы сверху вниз идут. То есть мы отправили action, а потом он сверху их отновляет. То есть action надо тупо набор параметров, который отправляется куда-то, и он где-то сравнивается. Вот что это action делает. Он ищет нужный объект, отмечает его. То есть все объекты подписаны на store вот таким образом. Они получают store, подписываются на нужное значение. И как только значение обновилось, объект обновляется, и туда отправляется таблик. А что значит подписано, как это работает? Ну, store-коннектор это объект, это виджет. То есть мы его оборачиваем туда, он имеет доступ к store, и он следит за обновлением store. Store получается один или у каждого? Store один, в редакции store один. Объектов много. Он может следить за тем, чтобы объекты, как бы, если объекты от нее те же, то он обновляет, например. Но с этим есть нюанс, в отличие от jazz. Сейчас у нас есть в дарте вот такая фигня, которую мне не очень нравится. Если мы направили комплексный объект, чтобы понять, что он дистинктный, то есть равен два объекта, равные другому, тебе нужно приопределить с равно. То есть в данном случае этот объект состоит из двух бувиленов. Мне нужно ему объяснить, как сравнивать. Иначе он не поймет, что эти объекты равны друг другу. Ну, нормальные привнотики, мне кажется, также реализовываются. Нет, я понимаю, просто, как бы, в jazz-редакции есть специальный мэпер, который сам этим занимается. Как бы, тебе не нужно иметь дело с такими объектами. То есть там какие-нибудь... Так, чё, кто-нибудь понял, как тут сообщение появляется? Куда полезет заправить, если вдруг сообщение не появится? То есть, опять-таки, когда я нажимаю... Так... Когда я нажимаю, я ему не говорю, напрямую обновясь и перерисуюсь. Я просто отправил action. Обновился список, он заметил, что у него нужно обновить элементы, он его обновил. То есть, таким же образом я его удаляю, он заметил, что объекта в массиве нет, и он перерисовывает в список. Ну, ты хотел бы чуть подробнее, чтобы тебя поняли про вот это вот связанное состояние, как они, те какие объекты, как эти зависимости устанавливаются? Вот хороший пример. У меня есть два списка, и вот этот список, он связан с этим списком. И я добавляю туда item, захожу в список покупок, и он обновляется. То есть, этот список, он генерируется из store. При обновлении action, он высчитывает его заново и замечает, что ему нужно обновиться. Вот каждый объект, и тут подписан на store по отдельности, если я, например, избавлюсь от этого объекта, то кнопка знает, что нет элементов, и ей нужно перерисоваться. Ну, а то есть, оно вообще не связано с основным списком? Да, да. В этом, наверное, красота редакса. Я, к сожалению, согласен, что не нужно заботиться, связанно с сериалом. Ну, правда, да. Покажи, как ими связываются, сначала. То есть понятно, что он опрокидывается туда сообщение о том, что он в событии, а потом каким-то образом заставляет, заставляет ее перерисоваться. Теперь это средство устраивается, чтобы узнать. Ну, условно, какое-то событие происходит, action, а ничего не происходит. Вот куда нам смотреть, где проверять, связь и где бабушка. Да, сейчас. У Store есть общий компонент Store Connector, который как раз и занимается связыванием State с виджетами. То есть по факту нам у каждого виджета, которому нужен доступ к данным, нужно описывать в Store Connector. Да? Можно напрямую взять его из Store, но тогда ты не получишь обновления в случае. Ну, то есть это тоже как бы кардиным виджетом становится. Да. И, как бы, если тебе нужно какие-нибудь условия приписать, стоит ли обновлять вообще компонент, то это можно оптимизироваться. Если ты не хочешь, чтобы в какой-то момент виджет обновлялся. То есть у нас есть виджет, у нас есть Store Connector, который прилетает изменение состояния. И мы решаем там, как мы эти данные потом используем. Как получается? Да, да. Вот мы в конвертере приписали, что получить. Это прописано еще здесь. То есть возвращается булем. И он вылетает вот отсюда в филдер. И я этот Disabled кладу в виджет. А зачем конвертер, если мы на программону прям в виджет? То есть есть какие-то ограничения, которые заставим в условиях конвертера? Так. Во-первых, нельзя. То есть ему нужно понять, как бы, что отслеживалось. Изменения какого как-то отслеживалось. И в каком случае нужно обновлять виджет. То есть если бы мы подписались на Store полностью, то он реагировал бы на его изменения при любом изменении в Store. Что overhead. Да. Изначально в этом проекция самая, наверное, челленджевая была вот эти анимации, анимация перехода. Да. Мне стоит обратиться. Да. Изначально я планировал, что будет вот такой транзишн между вот этим scrollable element, который будет как бы вверх подниматься, когда происходит транзишн. Ради прикола решил попробовать Hero Animation. Кто помнит, я рассказывал тогда на техно-флаттере, что во флаттере есть Hero, который это объект, транзишн объект, который, в принципе, автоматически высчитывает положение на экране между двумя разными экранами. И, в принципе, вот тут работает вот этот Hero Animation. То есть... Ну, это как? Получается, что это Analog Shared Element Transition? Да. Я не могу... Да. Да, да, да. Ну, да. Я потом пожалел об этом, но было поздно. Ну, через получше Realtive version. Надо было scroll делать. Вот. Ну, то есть тут такая анимация, что можно было тут scroll использовать. Броссценю. Ну, да. Познакомиться, что лучше Realtive version. Там еще забавный бак такой есть. Сейчас продемонстрирую, потому что мне очень нравится. Вот. Вот. У нас тут есть Back Gesture. И, по идее, эти Hero анимации должны работать на Back Gesture. Но если я вот так промотаю, то в какой-то момент я потеряю... Вот. Вот, вот, вот. Это реальный баг. Так. И, судя по всему, ничего совсем не заводим. Заводим, каким-то образом. Сцеберный верс. Нет. Погоди. Там последовательность же ясная. То есть, если ты, грубо говоря, пальцем ведешь от центра экрана, то все должно работать так, как ты хочешь. Если от края, то это переход назад. Как бы это ясная логика. Нет. Вот другое. Видишь, что Vue потерял? Не совсем. Плохо потеряем. Ну, еще раз. То, что должно было произойти, это сохраниться вот эти транзишн элементы. Вот сейчас она работает. А если я промотаю вот так резко, то я могу потерять эти хирургументы и не отобразаться. А если как-то привернуть сейчас обновление стейта, а не стейта видеть, потрясок она восстановит или? Нет. Он думает, что и сейчас он другой играет. О. И вот она вернется. Прекольный баг. Изначально хотел на заднюю часть твердо делать на эту анимацию, но из-за этого бага мне пришлось обычный переход в соус. Здесь сохранение виджета в картинку, и мы с этим наткнулись на проблему, что в некоторых устройствах он кидает ошибку и, судя по всему, из-за приполнения оперативной памяти. Поэтому ничего понятного не говорит, зацепиться не за что. И да. С этим просто приходится на медал. Это имеется в виду на андроиде? Нет. Вообще на любом устройстве, например, на S6, оно может поддерживать высоту виджета определенную специфичную, а на S10 он может спокойно сохранить. Ну, я понял. Просто если на андроиде тоже проблема такая возникает, то она решается достаточно просто. Как? Во-первых, тебе нужно сохранение, ну, рендеринг, во что-то там растеризируешь это изображение, обязательно вынести фоновый поток. Желательно на computations, если ты используешь шедулеры. А во-вторых, в манифест обязательно добавить large hip-sized. Ну, тут все похожим образом не решит проблему. Потому что мы не можем выбрать поток. В смысле? Фактор. То есть у него нету какого-то аналога шедулеров? Насколько я смотрел, там можно было указать поток. Ну, во всяком случае, ты ассинг используешь. Так. 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 да в общем мне кажется проблема другого рода тут еще есть проблема с реализацией в андроиде у нас есть гасон что дописали что в дарце это невозможно развивать что похоже сделать это мы тут применяем генератор объектов что немного гемор но все правильно во флат или нету рефлексии на самом деле такой подход правильный потому что он тупо работает быстрее вот даже на андроиде принято использовать генератор и коды сегодня увидели что флаттер не ставит свою версию влог файл что может оказаться программы вообще когда странно немножко с локами обращается потому что ты просто запускаешь проект на фига ты обновляйте лок хотя ты апдейт не делал вот это пока и мне кажется очень некрасивым поведением не знаю как с этим бороться надо потому что тут те же гемы те же коды они прям четко отрабатывают словно обновление вызывал то он ничего обновлять не будет ну да здесь лок по-корпски не 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 сам сам блок как бы нужен потому что он отслеживает изменения дарт дарт компонентов он не отслеживает изменения самого флаттера если четко приписать то то все нормально вот он сюда принес проблема в том что если ты вот такой напишешь что невозможно будет потом понять почему тебя сначала работала потом переставая на какой версии да мы если у кого то какие то вопросы давайте вопросов дали вам проект на бак и посмотри куда как я сказал тут есть вот удобно эти лета таргет называется и конечно элемент получаешь на вообще есть вопрос связанность разметки мамба лежат а статическая верно получается ты ты же не можешь добавить или удалить виджет могу спокойно мысли да даже в боках обозначается что просто так добавить в юху нельзя неправильно я понял там для того чтобы давать юху тебе надо будет все перерисовать но добавить ты можешь а насколько это затратная операция за это уже отвечает плата это не затрата добавить еще один виджет ну то есть блин просто посмотри этот чек-лист добавить пункт нажми вот по сути добавление виджета не мы же постоянно это делаем если например мне в ро нужно будет припихнуть динамически новые виджеты я просто создам объект который будет создавать состоять из виджетов не буду туда прописывать новые боджеты и на сайт стоит как бы не обновляться спокойно зачем вам есть кнопку он добавит покажи как добавить но над 100 раз он добавил сто дополнительно прослойка можно и без него сделать стэй 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 или сто они генерируют новый джет то есть Преобразует, по сути, лист виджетов, и сует его в мирное время в место. То есть, на самом деле, тут, наверное, динамические объекты намного легче сделать, чем на Андроиде. На Андроиде мешает сильно макета. Ну, вау. Согласен? Понятно, да. Там нужно кучку всего прописать, чтобы действительно изнести. А здесь у тебя три строчки, ты добавил еще одну. А еще будет... А здесь программным путем создавших видеокод, там вообще нифига не понятно будет, откуда он создал, что ему удалось. Мы поддерживали старый объект с проектной ООС, это вообще был кошмар. Там все создалось программно, и вообще не было понятно, что куда идет. Ну да, когда у тебя особенно сложная верстка, где какой элемент, от чего зависит, от того, чтобы добавлять или скрывать элементы, это вообще не просто. Поэтому все используют TableView чаще, или на их железные какие-то компромиссные решения. Ну, как тебе сказать, вот такой вот список, например, TableView, конечно, не будет очень сложно сделать. То есть, когда у тебя, допустим, при нажатии, тебе надо не проебать анимацию, чтобы она развернулась красиво. Ну, то есть, вот ты бы как это сделал, допустим, на третий объект? То есть, в то время ты не можешь сделать патч апдейт нормально, потому что у тебя будет не плавная анимация, опять же. Да. А если ты не будешь делать патч апдейт, то как ты это будешь делать? Собственно, ты можешь с вами замену ячейки. Ну, замена ячейки. Нет, подожди, а как хочешь на эту ячейку? Тебе надо высоту заменять, то есть, как-то сделать патч апдейт, либо заломить ячейку. Нет, если ты заменяешь ячейку, там их запрашивают высоко. Нет, подожди, как заменять ячейку? Ну, о чем? Replace или delete, row и set row. Ну, может быть, всякие листы и прочее, они, конечно, подобные вообще могут, но я бы не видел, например. Ну, это будет сложно, особенно вот такие вот анимации, когда одна ячейка открывается, вторая закрывается. Да, я думаю, что на стандартных ресторсах они не поддерживают. Это убивает стандартную оптимизацию, вот эта динамичная высота ячейки. То есть, я бы мог использовать оптимизацию одного сотных объектов, которые просто за сайт друг друга, а тут я не могу этого толку, потому что у меня такая нет. А вот, смотри, мы говорим о том, что у нас однонаправленная передача данных, и у нас, как бы, ты нажал на кнопочку, она должна обновиться. А как здесь анимация? Анимация это спешл кейс. Ну да, я думаю, можно и показать. Потому что, скажем так, не с первого захода я понял, о чем там речь идет. Потому что аниматор, там еще какие-то дополнительные элементы. Не так просто сразу в объекте. Я, честно говоря, сам не очень. Так, ну это плохой пример, потому что у меня кастомная объекта, которая... Давай, как-нибудь просто, например, анимации. Вот эта анимация. Зависит от... Так, так, так. Ну, как это выглядит? У нас есть так, как калаш. Тут он выглядит как калаш. Каждый анимейтед лейер — это, в принципе, анимационный объект, который просунут контроллер, который идет от scroll view. То есть он управляется именно scrollable объектом. И в самом анимационном объекте он создает animated builder, который просовывается в контроллер. Контроллер может быть, как бы, абсолютно любым. Либо кастомным, либо он идет от scroll, либо от нажатия. Просто более он какое-то изменение. Вот у него есть контроллер, и он изменяет offset. То есть в данном случае у контроллера есть offset, который он высчитывает... То есть несколько слоев каждый выявится отдельно в зависимости от scroll? Да. Мы меняем топ его в зависимости от скорости. Он, наверное, дает вот такой эффект. Да. Он просто отдельно движет. Да, это завет сейчас все это уже. Давай тогда, наверное, затягивать заодно. Общее твое впечатление. Вот ты, по сути, твой первый проект продуктов в флаттере. Что ты можешь мне рассказать? Особенно своим опытом, что ты и в React-Nate успел популяции, и Android, и iOS. Что ты можешь сказать? В принципе, мне понравилось. В том плане, что это одно и то же. То есть в React-Nate, что в флаттер они очень похожи. Да. Но то, что мне не понравилось, это перформанс на старых девайсах. Кажется, что негативное приложение может быстрее работать. Даже виртуальная машина или прямо в продаже нестабильнее? Я бы не сказал, что тормозит. Сейчас все продемонстрирую. Я вижу, что тут есть. Парформанс очень. Но Android устройство вполне нормально. Во время iOS я все смотрю, мне никому не было. И просто у меня, похоже, проект был на React-Nate. Но немного обидно, что... Ну, не такое ощущение плавное, что-то. Не знаю. Какой тут чертинг есть. Мне кажется, это можно поддействовать. А, ну, я оптимизировал ее как мог. Прям заморочился на этот счет. Но все равно. Ну, а вообще, в плане написания кода, насколько это получается удобно быстро? Как и маму или костылей приходится в сайт. Мне, в принципе, нравится Declarative UI больше, чем стандартная макетообразная верстка. Но, когда ты встрял на какую-то проблему, у тебя, как бы, не так очевидно, что ли, ее можно решить, как если бы у меня был какой-нибудь constraint view и сделал бы макет. Мне больше не понравились вот эти очень подозрительные байки, которые свидетельствуют о сырости фреймварке. Вот ты выписал байки, да? Ну, проблема, на которой я наткнулся. Вот это было, да? Да, что была проблема с транзишеном. Ну, это очень страшный баг, когда... Такое ощущение, что я не просто... Он всегда там был, или он кто-нибудь заметил до сих пор. Что-то есть события. А, я еще не рассказывал. Был проблем с... Они говорят, что это с антиалисингом связанным. Он как-то пикселей неправильно считает. И тут можно заметить... Все, наверное, кто не увидит. Здесь небольшая лесенка. Это сам меня ждет. На краеobочке. Мы... Кого мы спрашивали? Видишь, как это лезть? Сейчас посмотрю. Вот, вот, там. Маленькая такая. это короче известный баг непонятно не синяя облако прям вообще какой-то там, я не знаю, его короче немножко, ну да, да, нет, как в Wolfenstein 3D играешь, там полигон, ебать, там 6 полигонов, почка, вы видели, почка из 6 полигонов, вот, примерно здесь то же самое, тут как-то поддэшно играет. Какое-то высокое уровневое, Степ, я ничего не понимаю. А, да, заметите, что дебаг уже с интермеза? Да. Это, это не лечится. Ну, это компрессия. В дебаге нельзя, в эмуляторе нельзя релиз поставить никаким образом. Что поставить? Релиз? Релиз. А, в девайсе он собирает дебаговую версию или? Не, релиз. Ну, в зависимости от того, туда и туда. По идее, можно откопать 64-битный эмулятор Android, на нем запустить, но он будет, по другой причинам вообще. Ну да. Он тормозит из-за того, что он слабый или из-за того, что... Нет, сейчас этот тормозит дебаги, потому что там виртуальную машину гонять, да? Да, и там еще какие-то, куча различных данных прилетает. Ну, соответственно, да, из-за этого вот эти клюшки с таргетами, с обновлением, по сохранению и так далее. Проедет. Android, кстати, лучше работает. Намного. Сейчас я предсмотрю. То есть, что странно, на React Native я разрабатывал в моем симуляторе в основном, потому что он там лучше держал. А тут ситуация, наоборот. Да, тут сейчас на основном. Но все равно не релиз, как бы, намного. Слушай, может быть, это еще из-за того, что у тебя там 50 симуляторов открытые? Не-не-не, симулятор прям, прям, сто процентов тормозит. Прям заговор какой-то. Сто процентов Google там специально так сделал. Если я ее, то тормоза. Wait, wait. Окей. Два процента осталось. Сейчас отключишься. Вопрос. Следующий проект ты бы хотел на чем писать? Что там твоего опыта? Понятно, что ты хотел бы на каком-то, 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 на каком-то. Я уже сразу знаю. А вот из-за того, чтобы ты попробовал, лучше на нативе ты писал, или на ватер, или на реакцию. У меня, честно говоря, флаттер перспективным кажется. Но мне вообще непонятно, почему он негативство только вызывает тут особенно. А вот мне наоборот все, что на нем не вызываются. Это что позитивное, как на реактивном руках. Да, для меня тоже секрет. Поделитесь, кто может. Реактив-то уже супер старый как бы. А я думаю, что сначала на реактиве не появился. Ну, вот именно. Потому что на реактиве изначально мне написали бывшие французеры. О, можно тут мобилку писать. Охуенно. На самом деле все проще. То есть, в какой-то момент, когда появился реактив, точнее стал популярным, стало больше вакансий, чем нативных. Это раз. Два, реактив-разработчик стоит дешевле, чем нативный. И тут как бы все начали поглядывать на свои жопы и поняли, что они будут уже не в таком уж и тепле. Ну, а потом все поняли, насколько реактив все-таки плохо и все встало на свои места. Вот, с флантером примерно та же ситуация, плюс фуксия еще поджимает. Но, в отличие от реактива, вот тут реально, вот если заметили, тут у меня, как это называется, rubber scroll. И на андроиде такое фигню запилить, это использовать кастомный компонент, либо свою гравитацию. Тут я просто... Не, 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 ни разу не надо кастомных компонентов. Пару лишних строчек входа в Activity или в фагменте. Ну, я согласен, ты обсервишь, обсет, обсет и просто в обратную сторону ее двигаешь. Нет, ну там... Как правило, гравитацию, давайте еще физику введем в 3D. Ну, там есть физика, на самом деле, это rubber физика. Это физика, смотри. Физику нормально, математики, как-то, скажи. Ну, то есть, я хочу сказать... Я хочу сказать, что проведение с андроидом, они 100% одинаковые, можно добиться от... Добавный факт, что... Что случилось? У него заряд не сел. Потому что у этого фишка, если он был подтянут. Да, в этом и фишка, что они запретили. На вот это вот оттягивание есть патент. В скролле. Я не верю на вас, но... На аванс... Я, короче, когда ты тянешь список, он подожидит. Это, я думаю, эти домные... Они что, кончены? Нельзя, ну, подожди, 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 на секунду. Вот этот наскролл бесконечный уровень. Нет, в смысле... Это про другое. Ладно. Так, Вань, ты тут уже один остался. А, нет, Артем еще, да. Мы тогда все заканчиваем. Очень странный патент. Спасибо. Пока. Спасибо.